всем привет очень часто задаваемый вопрос по поводу декорирования стен касается обоев поэтому я решила в сегодняшнем выпуске раскрыть эту тему более обширно какие же бывают виды обоев обои самый привычный доступный и распространенный на сегодняшний день вид отделки стен кстати очень много лет назад в европе они были только тканевые и кожаные и их не приклеивали а прибивали на сегодняшний день их такое изобилие видов что абсолютно не сложно подобрать то что вам нравится на ваш вкус стиль и кошелек давайте более подробно я вам расскажу какие же бывают виды обоев и что за собой повлечет выбор той или иной продукции самый известный и простой вид это конечно же бумажные обои они относятся к самым популярным по нескольким причинам они самые недорогие и очень простые в монтаже то есть очень просто можно самим их поклеить как правило они используются для прихожих туда выбираются те которые могут краситься для гостиных детских комнат и конечно же у них есть неоспоримые минусы а именно это их непрочность и недолговечность ведь бумажные обои боятся влаги и не огнеустойчивы такие обои вам прослужат лучшем случае если вы возьмете хорошие многослойные около пяти лет без потери внешнего вида фото обои этот вид обоев стал очень популярен в конце восьмидесятых годов и до сих пор не сбавляет обороты тем более что современные фото обои имеют уже лучшую степень защиты они пылеотталкивающие они устойчивы к выгоранию и имеют защитную пленку кроме того они изготавливаются по индивидуальному заказу и вы можете сделать любой рисунок фотографию домочадцев все что вам придет на ум конечно же как любые бумажные обои они тоже не отличаются большой долговечностью срок эксплуатации около семи лет текстильные обои они бывают и льняные шелковые фетровые велюровые как правило на плезелиновой либо бумажной или синтетической основе огромный плюс данных обоев заключается в их экологии личности и конечно же нельзя забывать про внешний вид такие обои как льняные прекрасно станут отделкой для детской комнаты шелковые либо велюровые обои будут невероятным украшением гостиной но нужно не забывать что для них очень важно иметь идеально ровные стены кроме того срок годности а точнее эксплуатации данных обоев будет около 10 лет и конечно они более стойкие к выгоранию к изнашиванию чем бумажные обои к минусам могу отнести следующее такие обои требуют регулярной чистки они неустойчивы к механическим воздействием ну и конечно же достаточно высокая цена джутовые обои данная вид покрытия можно легко отнести к семейству натуральных обоев в их основе может быть как бумага так и флизелин кроме того их очень ценят за повышенную устойчивость к влаге к механическим воздействием и воздействием ультрафиолета особая узелковая структура данных обоев сразу же возводит их в ранг стильных дизайнерских покрытий кроме того они обладают повышенной воздухопропускаемостью джут применяют когда хотят подчеркнуть интерьеры с минималистическим либо этническими нотками чаще всего джут применяют в гостиных в спальнях и конечно же он желанный гость в детских комнатах благодаря своей экологичности но есть и минусы джут очень сильно впитывает запахи поэтому я абсолютно не рекомендую вам его использовать на кухне либо в столовой средний срок эксплуатации таких обоев 10-15 лет виниловые обои это тот тип обоев который сегодня находится на пике популярности объясню почему виниловые обои очень здорово имитируют камень дерево замшу декоративную штукатурку следует учесть что виниловые обои тоже делятся на немалое количество подвидов структурные с рельефом и слоем вспененного винила с горячим тиснением и эффектом шелкографии к сильным сторонам такого покрытия относят высокую степень шумоизоляции способность маскировать небольшие неровности шероховатости на стенах стойкость к выгоранию и влаги благодаря их высокой стойкости к воде и пару их также рекомендовано использовать в ванных комнатах и на кухнях конечно же виниловых обоев есть свои минусы и они достаточно весомые во первых они воздухонепроницаемые во вторых самому поклеить их достаточно сложно и запах очень дешевые даже просто бюджетные образцы могут издавать очень неприятный запах с которой со временем не исчезает но срок эксплуатации около 20 лет флизелин на его основе могут быть бумажные тканевые виниловые обои кроме того он славится своей экологичностью огромным количеством палитры и узоров также его можно красить о недочетах конечно же высокая цена этих обоев не всем по карману кроме того в складках тиснения данных обоев скапливается пыль и они не устойчивы к механическим повреждениям повредить их достаточно легко просто даже передвигая мебель срок эксплуатации данного вида обоев около десяти лет акриловые обои рассказывая о них я бы их сравнивала с виниловыми только в чем отличие здесь на бумажной основе вместо вспененного винила наносится акриловое напыление они тоже экологичны они гипоаллергены устойчивы к механическим воздействиям и влаго отталкивающие их тоже можно использовать на кухнях и ванных комнатах но по сравнению с виниловыми есть определенные недостатки во первых меньшая палитра во вторых они немного тоньше соответственно менее прочные по сравнению с виниловыми срок эксплуатации таких обоев в районе 10 лет стеклообои это тот вид обоев я бы сказала не тривиальный который набирает с каждым годом все большую популярность это так называемая стеклянная пряжа стканная в рулон состоит она из доломита песка и подобных добавок поэтому ее экологичность и износостойкость наверное выходит на первое место по сравнению с остальными видами обоев у стеклообоев одни сплошные плюсы они износостойкие и их очень сложно повредить то есть механические воздействия не страшны кроме того запахи влага огонь им тоже не страшны их можно использовать во всех помещениях без исключения часто ими оформляют стены пафосных баров и ресторанов кроме того это невероятно красивое оформление классических и даже минималистических гостиных а срок службы такого вида обоев около 30 лет пробковые обои это обои которые производятся на основе коры средиземноморского дуба с добавлением смоленистых веществ чем хороши они конечно же бесспорно это экологичность это бактерицидность и создание определенного микроклимата в помещении неоспоримыми еще плюсами является то что эти обои обладают свойством шумоизоляции то есть если ваша комната обклеена подобными обоями то шум из соседней квартиры например кто-то играет на пианино ли поет вам не страшен кроме того они в отличие других деревянных покрытий достаточно устойчиво к огню пожар практически не страшен и конечно же бархатистая основа не только приятная на ощупь а еще очень часто используемая для оформления детских комнат из минусов можно перечислить следующее очень маленький цветовой спектр выбор узоров орнаментов рисунков тоже недостаточно вели и цена пробковые обои стоят дорого но зато срок эксплуатации до тридцати лет линкруст это невероятные обои которые по названию могут вам показаться новинкой на самом деле они были изобретены в восемнадцатом веке и пользовались огромной популярностью много использовались в роскошных домах даже на титанике кстати данные обои состоят из древесной муки воска калифоль и льняного масла я очень подробно о них рассказывала в одном из предыдущих выпусков прямо на нашем объекте если вы перейдете по ссылочке которую я оставлю в описании данного видео вы сможете увидеть даже технологию этого процесса монтажа и того вообще как они выглядят и какие у них плюсы и минусы металлизированные обои это тип обоев которые очень популярен у некоторых дизайнеров и является практически фирменным стилем это обои покрыты металлизированной полигой то есть благодаря этому они более износостойкие влагоотталкивающие и в принципе универсальных применений практически во всех помещениях а если они еще и зеркальные они очень здорово визуально раздвигают пространство эти обои используются очень часто в таких стилях как ампир арт-деко из недостатков конечно же воздухонепроницаемость кроме того их легко повредить то есть механические воздействия им страшны также особый уход но и при самой поклейки вам необходимо выдержать идеально ровные стены и пригласить специалиста который умеет работать с данным видом обоев конечно кроме всего остального высокая цена а срок эксплуатации до 10 лет жидкие обои последний вид обоев про который я вам хочу рассказать это флоковая декоративная штукатурка при нанесении они застывают и после этого мало чем напоминают обои плюсы данного вида обоев во-первых они легко реставрируются они практичные они хорошо пропускают воздух и в принципе являются одним из самых экологичных видов обоев минусы данного вида обоев конечно же относительно высокая их стоимость и очень маленький спектр рисунков и узоров кроме того срок эксплуатации всего лишь 6-8 лет я сегодня постаралась вам рассказать про все виды обоев их плюсы и минусы по крайней мере те виды которые используются на нашем рынке если у вас возникли еще какие-то вопросы по данной теме пишите их в комментариях я вам обязательно отвечу а в общем ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и не пропускайте следующие видео всем хорошей недели до следующей среды пока а